Здарова ребятушки, с вами Аладушки, мы продолжаем охотиться на мозгоедов, мозгоправов. На 6 утра отчаливаем дрэдж у нас, вы уже поняли, нам нужно поймать несколько странных рыбок, я немного уже подзабыл, как не выглядит так, нет, такую я уже поймал, надеюсь они не пропадают, то есть я ее там положил, чтобы она не сгнила, мангровые. Мне нужна какая-то одна очень сильно была-была, вот, а одна какая-то как бумеранг, но у меня сейчас появились сильные подозрения, что они обитают только по ночам или как-то, вот я даже не знаю где мне их искать, еще эти грибы фиговые, которые пердят на тебя, если ты как-то не так прикоснешься к ним. Щука-то я уже ловил. Мне кажется эти рыбы ночные, да, потому что дневных я тут уже практически всех перещупал, я не видел, о-о-о, здрасте, до свидания. Я не видел ни одной, похожей на то, что мне надо, возможно, не стоит тогда сейчас наловить рыбы, продать ее, просто для того, чтобы поторговать и вернуться на ловлю ночью. Потому что мы тратим много денег сейчас именно на починку, из-за того, что нам часто приходится быстро убегать. Опять же, я исхожу из того, что, блин, я пропустил, исхожу из того, что нужная мне рыба водится в этих водах. На первую приманку нужна была рыба из этих вод, во-вторых, то, что, ну, раз вот эти вот мозгоеды, они же должны кушать рыбу из здешних вод, поэтому я на это и рассчитываю. Учитываю. Так, рыбный рынок, давай. Продать все. Хоть немножечко себе денег вернем. Слушай, а ты... Я опять не туда нажал. А ты не продаешь то, что мне надо? Продаешь. За 315, оно время-то времени обновляется у нее. Это 5. Сколько мне там надо было? Мне же, по-моему, и надо было 5 двигателей. О-о-о, Researcher Engines. Ачивочка получена. Мы все движки открыли. Это, получается, на 67. Этот на 52, этот на 67. А сколько он места занимает? Так, как? Почему я каждый раз... Он занимает все 6, смотрите. То есть, сколько мне дает одна маленькая? 9,5. 52 плюс 9,5. Мы получаем... Ну, 53 плюс 9 получается, потому что нам половинка, нам половинка. Получается 62. А этот дает 67. То есть, нам выгоднее продать вот эти два. Купить один большой. За сколько я могу тебя продать? За 165. А тебя за 275. А тебя купить? За 675. У меня не хватит денег. Но его надо купить. Это будет лучшая комбинация. Мы тогда сейчас ждем, наверное... Ну-ка, давайте тут у нас безопасно. Мы тут одного придурочка уже прихлопнули. Мы можем тут порыбачить. Нам все равно надо с короткое время до ночи. И нам нужны деньги. Поэтому мы можем сейчас порыбачить. Нам это не будет проблемой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как обидно. Чуть-чуть пропустил. Мангровые истощены. У нас сейчас трюма относительно... Ой, мутированная. Этой ребёшке растёт клубок подвижных усиков, вздымаясь. В унисоны не заставляешь. Что-то-то там, что-то-то там. Может мне, кстати, мутированная нужна была? Вот это, кстати, похоже немножечко на то, что мне... Я сейчас подплываю ещё к тому мужику. Ещё раз уточню то, что мне нужно. Так, минуточку. К нему мне прямо вот сюда. Так, к нему мне прямо... О, тут что-то... Вот то, что мне надо. Вот то, что мне надо. Отлично. Я ещё и смогу продать такую фигню. Вот этих буквочек мне точно надо было наловить. Мне, получается, из них же делается ещё одна приманка. Мне нужна ещё одна какая-то рыба особая. Сейчас у нас 0,40. Так, мой авиатор. Давай поговорим про приманки. Третья, по-моему. Третья ловушка. Ага, хорошо. Да, это из вот этих ребят делается. Годится. Осталось смешать и всё. Положи приманку ловушку, потом подойти подальше. Когда лучше сработать, ты выстреливай по миномету. Хорошо, супер. Это номер 3. Приманка. Вот, на вторую, что мне нужно? Как-то... Вот, эта рыба... Блин, она была похожа на вот эту, но это не она. Что-то с усами. Пойдём искать. Надо продолжить. Назад. Значит, я был прав. Они обитают тут только ночью. Ну, по крайней мере, вот эти вот горбатые, они обитают только ночью. И вот этих с усами тоже надо ловить только ночью. Ну, давайте смотреть. Нет, нет, инь. Давайте я продам сейчас всё, что у меня есть. Чтобы освободить немножко места. Нет. Нет, мне нужен рыбный рынок. Точно. О, неплохой улов, кстати. Хорошо. Отплываем. Два часа ночи. Можно, знаете, на самом деле, как поступить? Можно днём избавиться от ещё одной тварины. И потом относительно безопасности порыбачить за... За последней. Так. Ну, давайте смотреть. Пока мы здесь. Нет, это не то. Это ещё одна... Г-образная гадюка. Г-образная гадюка. Где же мне, где же... Ловить эту рыбку. У меня уже безумие. Довольно-таки на высоком уровне. Это не ты. Та-та-та-та-та-та. Положить приманку. Это не оно. У нас уже утро. Ну, хорошо. Давайте мы разбомбим этого чувачка. Фигак. Я не разбился. Мангровые. Мне надо бы поспать по-хорошему. Остатки мозга еды. Авиатор будет доволен. Да, это я заберу. Части погружаются в пил. Ну что ж. Минус два. Это приятно. Сейчас я еще пойму, где я. Значит, вот там третья осталась. Пока что мы можем... Немножко напрягает, что я не знаю, где искать третью. Та, чтоб тебя! Я же вообще его не задел. Я же вообще его не задел. Ни одной даже похожей рыбки, кстати, не было. Дальше, почему-то не запрещение. А, точно! Сюда же можно было мутированную какую-то рыбу притащить. Черт, я забыл. А, еще раз, где оно? Да, вот здесь вот. Хорошо. Давайте тогда... Я тут не пройду. Я на самом деле думал сейчас сделать себе максимальный движок, но... Но... Пожалуй, пока мы не разберемся с этой зоной, максимальный движок мне не нужен. Потому что я и так слишком маневренный. И мне оно еще и боком вылазит. Потому что я постоянно лодку разбиваю. Не ты. Как же выглядит то, что... Как же выглядит то, что мне надо... Ну, как выглядит, и его ловить. Хотя, возможно... Оно обитает именно как раз в той части... Где... Третий мозгоправ, вот этот мозголом. Иди сюда, продам тебя. Я, наверное, плыву до шаткового понтонечка. Хотя мы вторую ночь уже не спим. Собственно, ночь уже и приближается. Могли бы отдохнуть. Хе-хе-хе. Что за звуки? А, оп-оп-оп-оп-оп. Оно идет? Оно идет, иди нафиг. Мне не надо. Да, я уже знаю, я там заблуживаюсь. О, мутированная рыбка. А зачем мне это... Кефаль плетеник. Кефаль плетеник. Вот, двумя восемь. И где... Тон-тон там. Ему еще чуть осталось. Отплываем. С какой стороны отплывем? Давайте с этой. Вот он. Мне бы вот эту мутированную рыбку... Клашет. Это бесит. Ну, я ж не ударился. Я ж еле прикоснулся. Ну, на самом деле, бах, минус 30 баксов. Так. Знаете чего? Трем. Давайте я вот эту положу сюда. Теперь на рыбный рынок продадим все вот это. Теперь вверху. И починим все вот это. А теперь обратно втрем. И рыбу вытащим. Потому что я хочу ее попробовать загрузить вон туда. Отчаливаем. Пытаемся ловить обратно ночью. Я без понятия, блин. Это не ты. Тут опять будет... Мне нужно... Да. Тут опять вот эти Z-образные. Это печаль. Если так, мне придется ставить запись на паузу и искать эту сраную рыбку. Это не очень весело, честно вам скажу. Это тоже не ты. Чтобы понять, в принципе, где я хотела бы... Это тоже не ты. А где ты? Вот она. Сом. Классно. У меня начались глюки от этого места. О, еще одна мутированная рыбка. А ну поймайся же ты. Вот она. Все. Поехали. А где мы находимся? Нам вот сюда. Это мы в открытое море вышли. Супер. Сейчас я, наверное, тогда сплаваю к фиолетовой фигне. Если я смогу найти, где она. Да ну блин, ну не... Блин, мутированная вывалилась. Это печаль. Это печаль. Это прям печаль. Именно та рыба, которая должна была остаться. Но у меня, по крайней мере, еще одна осталась. Волны прищутся вокруг площадки, куда вы поместили мутанта. Как только вода касается самой рыбы, воздух наполняется жужжанием. Ранее неподвижная вода бурлит и поднимается, скрывая рыбу. Что ты? Жильная удочка. Безжалостный механизм с тремя загнутыми островями крюка. Так, это океанские, мангровые и мелководные. Прибрежные, мелководные, океанские. Так, ну в трюм. Теперь, нам надо, нам надо к мужику. Я не знаю, пропустит меня остров или нет. Черт побери, как меня это достало. Ну, мало того, что само по себе появляется, так тут и... А, вот, спасибо. Тут есть еще и стандартные вот эти вот закрытые пути. Спасибо, блин. Иди нафиг. Вон. Сделаем приманку. И пойдем ремонтировать корабль и отсыпаться. Третью ночь нам точно надо поспать. Так, авиатор. Так, авиатор. Сама не потерял. Или даже СОМА. Годится. Осталось только смешать и все. Когда ловушка сработает и выстрелит по ней из миномета, это понятно. Номер два. Отдавай сюда. Спасибо. Пока вопросов нет. До свидания. Все. Я пошел чиниться спать. А на утро мы с тобой займемся третьей тварью. Я надеюсь, что после этого квеста мне дадут миномет. Потому что очень много мест, которые меня бесят. Я не могу проплыть туда именно потому, что... Там что-то заперто. И я вижу, что я могу это разбить. Давайте еще порыбачу. Чтобы денежка была. Ох ты ж, е-е-е, вихревое рыбало. Вихревое рыбало. Офигеть. Это страшная штука. Вон понтон. Все, поехали к нему на всех парах. Поехали, поехали, поехали. Ну что, у нас уже третья ночь. Ааа, на рыбный рынок. Продать все. Теперь починиться на верфи. Денежки мы немножечко подняли. Это приятно, это прикольно. Насчет удочки. Она какая-то странная, но она классная. Отдыхаем. Наконец-то до рассвета. А то мы двое суток потратили на то, чтобы... По ночам выискивать ту рыбу, чертову. Отчаливаем. В принципе, денег нам хватит. На моторы. Так, сейчас налево и там где-то между маленькими островами. Посмотрим. По идее, если безумия не будет, то здесь станет маневрировать гораздо проще. Мы не сюда. Вот она, третья. Так, положить приманку. Назад, назад, назад. Ходу. Фигак. Фигак. Есть. Так, F. Я почему-то на И нажимаю. Находится... Так, останки мозгоеда. Давай, мозгофлюй. Фух. Так, и скорость. Все, супер, получили это говнецо. Сейчас нам вот здесь, вот вроде как... Вот это, плыть. Ага. Блин, мне это место немножечко поддостало. Это какая наша уже... Ну, мы сюда уже приплывали до этого, но то, что как мы упорно за это взялись, то это уже вторая серия, которая... Нет. Который мы здесь проводим, и я уже хочу отсюда уехать. Вот эта вот загазованность, вот эти вот сопли в воздухе, вот это все. Я надеюсь, что... Это... Это завершающий класс. Ну, по сути, тогда бояться-то больше уже и нечего. Все, дружище, давай. Сдаем тебе. Я принес тебе. Давай посмотрим. Бросай теперь до этого большой окровольной туши, его глаза загорается в садистском наслаждении. Он наклоняется, и вонзает нож в мягкую плать, куски мяса падают на землю, обнижая блеск металла. С ташнотворным влажным звуком он вырывает предмет из плоти существа и поднимает его повыше. Это оказывается ожерельем блестящим от крови. Что ж, рыбак. Хоть где-то повезло. Хороший коллекционер выложит за него приличную сумму. На, держи. А это, случайно, не то, что мне нужно по квесту? Он отходит от останков и с тоской смотрит вдаль ненавидящим взглядом. Ну, вот, видимо, и все. Что будет теперь делать? Точно не знаю. Думал, что попрошу тебя увезти меня подальше отсюда. Для меня здесь теперь почти дом. Не хочется братьево оставлять. Думаю, я еще немного побуду тут. А пока могу изготовить для тебя особую приманку. Она наверняка пригодится для рыбалки. Ну-ка, приманка. Держи. Это осталось от нашей старой приманки. Небольшая порция приманки привлекает всех находящихся ряд морских обитателей. Спасибо. Открыть способность приманка. Если хочешь сейчас, можем свежую приготовить. Сначала принеси мне немного рыбы. Подойдет любая. Чем больше дашь, тем больше наживки. Могу сделать. Понятно. Ну, это... Рыбак из нас недостаточно, да. Так. Я хочу миномет. Вы че? Вы там? У меня просто нет слов. Одни эмоции. Ну, отдай мне миномет, блин. Авиатор. Я был уверен, что он мне отдаст миномет. А как мне разбивать вот эти так? И приманка. Бросать за пор приманку. Кто знает, что на нее клюнет. Кто знает, что на нее клюнет. Это интересно. Так, во-первых. Наверное, давайте сейчас усовершенствуем себе движок. А во-вторых... Блин, ты каждый раз к нему плавать за приманкой. Вы обалдели. Хоть немножко рыбы насобираю, чтобы продать. Мне кажется, это... Это тоже рели, которое от нас требовалось. Поехали, поменяем себе движок. Поехали, наверное, тогда... Знаете, чего? Каюта, энциклопедия. Это понятно. Поручение. Найдите реликвии. Вот. Я нашел ключ. Найдите шарманку, кольцо. Я нашел лошерилье. Нужно отвезти его. Во-во-во-во-во. Сейчас... Да, да. Вот оно, что было. Выполняя вот такие большие квесты, это мы выпол... Ой, а я не туда приплыл. Упси. Офигеть, насколько я далеко. Вот так, сюда. Поедем, отвезем тогда сейчас ожерелье. Я немножечко в растерянности, потому что я был уверен, что за этот квест мне дадут миномет, как дополнительное, что я смогу пробиваться. Опять же, там, где нужно собрать три глифы, там, чтобы вовремя слинять, нужно пробить кусок стены. Без этого ты там не слиняешь, тебя просто убьют. Я думал, что как раз вот это вот не откроет глаза. Так, переманку я, наверное, пока что вот тут вот возле движка оставлю. Что я хочу сделать? Уйти с рыбного рынка я хочу и хочу пойти наверх. Так же, я очень хочу продать вот этот. Блин, надо было посмотреть, сколько узлов-то я делаю. Ну, хорошо, и продать вот этот. А еще я очень хочу купить вот этот. Шесть часов он будет ставить, ну, в принципе, приемлемо. Хорошо. Другого места у меня не будет. А еще нужно будет все вот это вот продать по пути потом. Большой, крепкий, пропитный водой кожаной. Я не говорю, что ты что-то продавайте. У меня пока есть место, оно не горит. Скорость килограмма 28, океанские, мангровые. Оно, кстати, дофига места забирает. Давайте я тогда сплю. И с утра мы с вами уже на новом движке. Идем в сторону стального... На Базальтов остров. Давайте через стальную мыс пройдем. Можно будет заглянуть к нашей старой знакомой. Скорость передвижения у нас сейчас просто отличнейшая. Наверное, это лучшее, что тут можно получить из стандартного. То, что покупается. Я не знаю, можно ли выбить что-то еще более крутое. Как вот выяснилось, что, например, удочку можно получить офигенно. Вот, я сюда доплывал за полдня. Теперь через полкарты за 2 часа. Что ты мне можешь сказать, строитель? Привет, спасибо еще раз, что помог. Обустроилось. Ничего он мне не может сказать. Я думал, что у нас будут еще какие-то побочные повтор... Ну, второстепенные, пятисортные какие-нибудь квесты. Принт, тридцортный звучит плохо на самом деле. У меня же до сих пор остались места, которые... Например, черные камни, к которым я прикасаюсь, и я без понятия, что это такое. И... Короче, много чего. Так, ну хорошо. Разрушенная сапня. Вы заходите в дом изысканного украшения в руках. Коллекционер узнает его практически мгновенно. Великолепная находка заслуживает почетного места в моей коллекции. Он смахивает... Так, the chains. ...цепи. Он смахивает обрывки бумаги с пыльного стола, по углам, в котором скопились свечные воски, осторожно кладет на освободившееся место ожерелье. И, полагаю, ты потребуешь компенсации. Это поможет тебе тратить меньше времени на дорогу. Позволь-ка. Коллекционер выбирает одну из серебристых лент, свисающих из книги. Целая обложка и открывает книгу на какой-то странице. Он поворачивает к тусклому свету и шепотом зачитывает нужные строки. Через несколько секунд ваш живот проваливается, словно падаете высокопоброшенной волной. Коллекционер закрывает книгу и вновь обращает взгляд на вас. Открыт способность появления. Мгновенно вернитесь на базальтовый остров. Тебе нужно найти еще несколько реликвий. Продолжай искать. Моя интуиция говорит мне, что течение могло прибыть обломки на юго-востоке по направлению к штормовым скалам. Первым делом отправились сюда штормовые скалы. Я уже отметил на твоей карте место, с которого можно начать поиски. Еще что-нибудь? А что делать с этими реликвиями? Собираю их, разумеется. Они пригодятся для того, что грядет. Еще что-нибудь? Что они со мной сделали? Эта книга заключается силой пучин. Я лишь передал их частицу тебе. Может, ты хочешь узнать больше какой-то конкретной появления? Эти слова вводят в состояние подобное трансу. Пока ты в трансе, время будет пролетать на ныне ока. Когда его действие кончится, ты окажешься здесь. Я традиционно не рекомендую злоупотреблять такой силой. Используя эти слова с умом, когда они понадобятся тебе больше всего. Хочу узнать больше еще какой-то силы? Знаете что? Надо будет посмотреть, насколько быстро я телепортируюсь. Почему ты можешь сам найти? Океан больше не желает идти навстречу. Поскольку волны представляют для меня опасность, приходится действовать через тебя. Так, ну хорошо. Мастерская. Зайти внутрь. Заперто. Окей. Я так понимаю, что это у меня одна... Ой, одна из способностей появилась здесь, да? Телепортируйтесь туда, где все началось. Супер. У меня есть ускорение, у меня есть телепортация. Где он там сказал? Древний храм. Лохматая коса. Штормовые скалы. О, штормовые скалы. Древний храм. О, горевший понтон. Звездная бухта. Сейчас посмотрим. Значит, поручение. Найти реликвии. Шарманку в штормовых скалах. Кольцо в звездной бухте и часы в хребте дьявола. Звездная бухта. Штормовые скалы. На самом деле, мне бы тогда в штормовые скалы... То есть, у нас есть четыре локации. В четырех локациях есть четыре артефакта. Я предлагаю теперь идти в штормовые скалы по нескольким причинам. Во-первых, мне нужно там найти вот этого гнилого угря. Во-вторых, там можно еще пошариться. Давайте туда, на самом деле, сейчас. И, в-третьих, что раз уж там точно есть одна из вещей... Штормовые скалы, на мой взгляд, это у нас вторая локация, в которой мы оказались. Она, ну, не то чтобы относительно легкая, но... Практически первая, куда мы попадаем. Ну, или это я так попал. Вот, вон нам туда. Можно бы подождать до ночи. Попробовать порыбачить здесь ночью немножечко. Че у нас там? Нет, не то. По квестам поручения. Это на джей. Так, поймать конгрио. Надо пойти не доставить его человеку в красном палахоне. Мне кажется, он уже умер. Вот, тухлого угря. Мне нужно доставить тухлого морского угря жительницы морской угорь. Говорили, что он ночью. Мы сейчас тут порыбачим немножечко. Давно, кстати, тут не рыбачил. Можно будет тут поплавать ночью. Раньше я очень сильно боялся выходить ночью. Но сейчас пару раз поплавав, поискав там ночью, я пришел к выводу, что я, наверное, могу себе позволить с той скоростью, которая у меня есть. К тому же я сейчас относительно свеже отдохнувший. И в первую же ночь мне не должны сильно глюки мучить. Ну, посмотрим, как это все будет происходить. Просто в заловле рыбы очень хорошо проходит время. Вот. Мы можем домотаться до ночи. Ой, тут, ну, танкует. Вот он. Трем у нас сейчас просто гигантский. Жевать, не переживать. И еще что, то есть, его можно будет все тут же продать. Вот. И пойти на поиски того самого угоря. Морской угорь у нас. То, что он гнилой, ну, наверное, надо будет его просто подержать. Посмотрим, как это все будет происходить. Ну, у них 300 баксов. Отлично. Отплываем. Тут, да, тут ночью всякая фигня творится. Я уже в курсе, но... Неспокойные воды. А ты у нас кто? Черный морской окунь. Блин, я мутанта хочу поймать. Ну, дайте мне мутанта. Вот он. Все, до свидания. Ага, тут у нас безумие происходит. Вон там тоже интересные вещи творятся. Видели, да? Какой столбик из той части города идет. Мне бы туда как-то попасть, но я не знаю как. Так, ну, зачем? Нет, это я вытаскивать не буду. Океанские. Да ладно! Из-за того, что у меня... Ой, это я возьму. Из-за того, что я вот это вот тюкнулся... Ммм... Это сейчас обидно было. Это прям реально обидно было. Давайте тогда вернемся на следующую. А, ну сейчас я подчинюсь. Я просто всю ночь практически профукал. Из-за того, что я получил повреждение. И у меня оборудование не работало. Блин. Вот это вот сейчас реально печально было. Вот так. Мы можем тут, кстати, поспать. Ну, давайте я почитаю сначала сообщение, которое нам попалось. Он все еще отказывается брать меня на борт, когда выходит ловить рыбу. Считает, что мне будет скучно, или что команда поведет себя неподобающе. Возможно, слишком много визу на нем. Ему тоже нужно иногда побыть от дома. Я все понимаю, но мне просто невыносимо скучно дома, когда его нет. Недавно у нас стоял на корабль оборудований для поднятия и осмотра обломков. Вдруг мы поднимемся на какие-то сокровища. Мне такие не терпится начать. Надо уговорить, чтобы он мне дал попробовать. Чем больше я это читаю, тем больше у меня ощущение, что это про нас. Давайте я подожду до ночи. У нас вроде с деньгами нормально, мне не надо фармить. А на ночь... Мы сейчас пойдем опять... Фигня мается. Мне бы на самом деле, наверное... Чернородный лосось. Лосось это не ты. Ну, то есть, ты-то, конечно, лосось, но это не ты, кто мне нужен. Тут у нас это здоровенная фиговина, да? Вот он. Это мне тоже не надо. Я что-то вытащил. Морской дьявол. Добавлено. Это что, новенько его не было. Она меня вкуснула. Интересно, насколько ночь прошла, блин. Я вот что думаю, ребятушки. Может быть, я тогда за кадром немножечко поищу вот это... Угря вот этого. Так, вот мой рынок. Он мне два урона нанес, кстати. Это много. Ну, не практически. Все, что я сейчас словил, мне придется отдать за ремонт. Ну, не все, ладно. Я думаю, что там три урона. Я еще 23 бакса заработал. Спим до утра, я думаю. И давайте тогда сделаем так. На этом пока закончим. Я, наверное, немножечко за кадром тут поплаваю, посмотрю. Попробую найти вообще, что и как происходит. Я, на самом деле, сейчас немного в растерянности, потому что я рассчитывал, что мы получим способ открытия вот этих вот мест, преград и всякого такого. Но этого не случилось. А как теперь с ним поступить? Ну, то есть, там собрать глефа я, скорее всего, получу ожерелье. Ну, не ожерелье, а какую-то вещь. А здесь, здесь нужно разобраться с тайной вот этого... Второй части города, вот этого острова. И в этом будет заключаться, потому что здесь какое-то проклятие. И, скорее всего, разобраться с этим чудищем. Но как это все теперь делать? Не знаю, ребят. Ладно. Все, давайте будем потом уже об этом думать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-бобра. Всем молодышек. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok